Ежегодная пресс-конференция президента – синоним, к слову, ажиотаж. Каждый пытается привлечь внимание лидера. Как говорится, кто на что гораст. Таблички, плакаты, выкрики с мест – выигрышнее всего подобрать яркий наряд, считают дамы. Красный из года в год в топе, но есть и исключения. У нас в регионе примерно те же проблемы, что и во всей центральной России. А вопрос я бы хотела задать о мерах поддержки семей с детьми. А вот журналист из Якутии решил, что на ежегодной пресс-конференции все средства хороши. В национальном костюме и с кричащей табличкой «Уверен» привлечет внимание лидера. Вся делегация приехала в национальных костюмах, национальных одеждах. Но в то же время это дань уважения нашим традициям, нашим предкам. Особое внимание уделяется мерам противоковидной безопасности. Конечно, жизнь под знаком противопандемийных мероприятий никто не отменял. Чтобы попасть на пресс-конференцию, мы предъявили три отрицательных ПЦР-теста. Теперь уже, чтобы воочию увидеть нашего лидера, проходим через такую дезинфицирующую установку. 10 секунд и вы безопасны для общества. Аккредитованных всего 500 человек. Самый популярный вопрос про коронавирус. Коллективного иммунитета Россия еще не достигла. Пока чуть более 59%. При необходимом минимуме 80%. Наказывать за отказ от вакцинации не будут. Экономика вышла из кризиса даже быстрее, чем во многих западных странах. Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. И в реальных располагаемых доходах населения, если был минус 2%, то в этом году мы ожидаем рост. Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. 4,1%. По году будет так вот, ожидают специалисты, эксперт наши. 3,5% рост реальных доходов. Интересует журналистов и вопрос рождаемости в стране. Проблема, связанная с демографией, есть во всех постиндустриальных странах, ответил Путин. Это связано с изменением приоритетов в жизни людей. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время, на следующий год и через год, выстроить окончательно всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. От рождения и до окончания школы. Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Западные партнеры плевать хотели на интересы крымчан и демократию, выразился Владимир Путин, стоило только поступить к крымскому вопросу. В частности, о плохой мобильной связи в республике. Это понятно, с чем связано, с санкциями, которые вводят наши западные партнеры против крымчан. Я уже говорил, и против Крыма, говорил, странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане и Крым – жертва агрессии. За что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России и вернулись в Россию по собственной воле на референдуме, то это проявление демократии, что кто-то борется с демократией? Ответа нет. Ответ только один. Плевать они хотели и на интересы крымчан, России, и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы. Вот и все. Ситуации с уровнем доходов и цен в Крыму лидер держит на контроле. Эти вопросы решат постепенно. Будет и дальше развиваться инфраструктура не только прибрежных, но и остальных городов. Особое внимание строительству детских садов и школ. За четыре часа, кажется, обсудили все острые темы. Гарантии безопасности России и перспективы развития регионов затронули внутренние проблемы. Не обошлось и без личных вопросов. О счастье и оптимизме, личных эмоциях и досуге. В этом зале прошла конференция с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Расстояние между журналистами было в полтора метра. К сожалению, нам вопрос задать не удалось. Но зато мы можем пообщаться с теми, кто смог это сделать. Вот красивая девушка в зеленом. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос Вы задали? Задавала два вопроса. Решила задать два вопроса про реставрацию объектов на Мамайвом Кургане на главной высоте России и про уникальную разработку волгоградских ученых эндопротез Экзар-34, который действительно помогает и волгоградским, уже людям с заболеваниями опорно-двигательным аппаратом и зарубежья к нам приезжают. То есть очень сложно на уровне региона это развивать, а помощь хотелось бы оказывать нашим медикам. Наши медики хотели бы оказывать помощь, конечно, гораздо большее количество людей. Журналисты еще долго делились эмоциями и впечатлениями. Обладателями счастливых ветровиков стали 55 человек. Ленуза Борсиитова, Ервин Эмиралиев, телеканал Милет, Москва.